Привет всем! Помимо буддизма у меня есть еще одна тема, которая мне очень-очень нравится. И это история и культура еды. А уж если эти две темы можно объединить, то вообще замечательно. И вот сегодня я как раз собираюсь сделать то самое. Я хочу поговорить и о буддизме, и о еде. Дело в том, что и в личных разговорах, и в комментариях часто мне попадается такое мнение, что в Японии мясо как-то особенно недоступное и очень-очень дорогое. Я понимаю, откуда это представление берется. Во-первых, все люди, которые так или иначе интересуются Японии, наверное, знают, что в Японии долгое время было запрещено есть мясо. Это во-первых. А во-вторых, когда заходит разговор о потреблении мяса в Японии сейчас, то в первую очередь, конечно, всплывает мраморная говядина. Она, как известно, очень-очень дорогая. Но действительно ли в Японии не ели мясо длительное время? И насколько эта практика повлияла на современность? Давайте разбираться. И начнем мы с истории. До VII века в Японии с мясоведением было, очевидно, все очень даже неплохо. На мясо разводили животных, охотились. Охота была очень распространена. Но в 675 году на престоле был очень-очень пробуддистски настроенный император Тэмму. И, руководствуясь именно принципами буддизма, то есть непричинением зла, он запретил потребление мяса. Но запретил он его не полностью. Запрет относился в первую очередь к потреблению мяса лошади, коровы, обезьяны, собаки и курицы. И распространялся он на период с апреля и по сентябрь. То есть на то время, когда вроде как и всего остального хватает. Также было запрещено ставить ловушки, охотиться таким образом. Впоследствии этот запрет вроде как расширился, распространился на все виды мяса и на круглый год. Но действительно ли он соблюдался? И обращение к самым разным хроникам, а также к свидетельствам путешественников, которые приезжали в Японию из других стран, показывает, что не слишком-то он соблюдался. Что действительно удалось достичь, так это представление о том, что потребление мяса – это какая-то несколько маргинальная практика. Так лучше не делать. В Японии действительно считалось, что есть мясо животных нехорошо. Но его продолжали есть. Кое-где сохранялось животноводство. Даже мясо можно было купить. Хотя мы знаем, что подавляющее большинство населения Японии действительно мясо ели редко. И даже старались его не есть. Основа рациона в Японии была рыбы и всякие морепродукты, продукты из сои, вроде того же, тофу, понятное дело, рис, лапша, овощи. А вот мясо ели редко, по крайней мере, городское население. Мы знаем, что по религиозным причинам потребление мяса считалось не очень хорошей вещью. И, например, существовали регуляции по поводу того, сколько дней тебе не стоит ходить в храм или святилище после того, как ты поел мясо. И вот этот период, в течение которого тебе нужно воздержаться от походов в религиозные учреждения, был разный в зависимости от разных видов мяса. Если ты съел коровку или лошадку, то 150 дней ты не должен был ходить в храмы и святилища. Если ты поел свинины или съел кабана, то 60 дней. А вот если ты съел какую-то дичь, вроде кролика, енотовидной собаки, волка, то всего 5 дней. Почему такая разница? И вот здесь опять вступает буддизм. Дело в том, что для среднестатистического японца понятие о том, что не нужно причинять вред животным просто так, было довольно абстрактным понятием, как вообще и для любого среднестатистического человека на Земле, я боюсь, до сих пор. Ну вот, монахам было очень важно эту идею как-то донести. И они прибегали к помощи нравоучительно-поучительных историй, которые в основном крутились вокруг того, что некий человек тиранил скотину, в основном крупную скотину, в основном четвероногую скотину, то есть лошадь или корову. А потом в следующей жизни перерождался этой самой скотиной, причем у своей собственной семьи, и был вынужден как-то найти способ объяснить этой семье, что его не нужно тиранить и тем более употреблять в пищу. Поэтому, благодаря вот этим историям, в народе распространилось мнение, что запрет в первую очередь касается именно коров и лошадей, то есть животных, которые использовались в качестве транспорта, а также в качестве рабочей скотины. И их действительно, по всей видимости, если ели, то крайне-крайне-крайне редко. А вот все остальные – это уже другое дело. Свинина, ну, как бы зависала между, потому что вот вроде как четвероногие, но вроде как крупные, но в то же самое время вроде как не лошадь и не корова. А все остальное, все, что меньшее, а может и можно это есть. С птичьим мясом вообще все обстояло очень сложно, потому что с одной стороны вроде действительно это мясо, его нельзя есть, но с другой стороны оно уж не четверонугое. И охоту на птицу весьма даже и практиковали. И я уже не говорю о том, что дельфинов и китов ели, потому что они вообще считались рыбой. Мы можем сказать, что очевидно, в горных деревнях, которые находились, которых в Японии вообще-то было очень много, и до которых не добиралась рыба, не добирались морепродукты, а рис оттуда изымался практически подчистую, запрет на потребление мяса даже не был запретом. Люди спокойно охотились, потому что есть все равно было больше нечего. И можно предположить, что этот запрет плюс-минус серьезно соблюдался исключительно высшими слоями общества, которые могли себе это позволить. Тем не менее, мы знаем, что даже в императорской семье и среди высшей аристократии мясо иногда в пищу употребляли в качестве лекарства. То есть были поставки ко двору, говядины как-то по-особому приготовленной, которая проходила как раз не в качестве еды, а в качестве лекарства. Насколько часто такое лекарство потреблялось, и действительно это воспринималось как лекарство, или это был просто способ оправдать потребление вкусняшки, которая запрещена, мы не знаем. Ну, уже в XIX веке запрет на потребление мяса, который так не очень хорошо соблюдался, был совсем поставлен под вопрос. Появились первые идеи, вернее, проникли в Японию первые идеи о том, что потребление мяса позволяет людям становиться более сильными, высокими, и многие видные деятели Японии стали считать, что японцы такие маленькие и щуплые именно потому, что едят недостаточно мяса. Эта идея распространялась, распространялась, и вот уже в 1860-е годы мы видим, что Шинсенгуми, может быть, некоторые из тех, кто смотрит мой канал, знают это имя, это специальные военизированные отряды, которые во время смуты сражались за Бакуфу, то есть за Сёгунат и против императора. Так вот, эти отряды экспериментировали с выращиванием свиней в пищу, как раз для того, чтобы быть сильными, быть крепкими и хорошими воинами. Ну, а после реставрации Мэйдзи, когда императору была возвращена власть, все, что было связано с буддизмом, стало убираться, а западные идеи, наоборот, активно приниматься. И тогда мясоедение уже активно проповедовалось среди населения, мол, ешьте мясо, это признак цивилизованности. И даже сам император съел говядину, о чём было заявлено на всю страну. К слову сказать, это поедание императором говядины привело к тому, что на императорский дворец было совершено нападение группой буддистских монахов, которые требовали аудиенции у императора и хотели ему объяснить, что неправильно он сделал. Кончилось это плохо для монахов, примерно половина для них была убита на месте. И в буддистских кругах довольно долго сохранялось крайне отрицательное отношение к этой практике. Тем не менее мясоедение в Японии проникало всё сильнее и сильнее в рацион простых японцев. В первую очередь, конечно, мясо начали есть в дорогих ресторанах западной кухни. И те блюда, которые тогда подавались, постепенно начали проникать в народ. Например, карри или хаящий райсу, мясо с подливкой, или никуджага. Всё это изначально подавалось в ресторанах. Но на столы простых японцев мясо стало попадать уже после войны в массовом порядке. И даже, можно сказать, ближе к 60-м годам, то есть к экономическому расцвету. Тогда культура еды в Японии стала меняться даже в деревне, где очень-очень долго питались по заветам предков. И вот к 80-м годам уже трудно было найти японскую семью, где мясо не ели хотя бы два раза в неделю. Готовили всё те же блюда, которые подавались в ресторанах. То есть тот же карри, тоже никуджага, гёза и так далее. И вот в 2007 году впервые потребление мяса в Японии превысило потребление рыбы. Эта тенденция сохраняется до сих пор. На первом месте в Японии по потреблению курятина, на втором месте свинина и на третьем говядина. И вот курятиной Япония обеспечивает себя практически целиком и полностью. По крайней мере, я не могу вспомнить, чтобы я где-то видела импортированную курицу. Свинина импортируется, но по большей части это всё равно местная японская свинина. А вот с говядиной очень интересно. С одной стороны, да, у нас есть та самая мраморная говядина, которая очень дорогая, но её можно найти практически во всех крупных супермаркетах. Но в то же самое время импортируется дешёвая говядина из Австралии и США. И в основном потребляют именно её. Другие виды мяса в Японии встречаются, но их довольно трудно найти. Если повезёт, можно найти утку, можно найти баранину, в основном в халяльных магазинах. Что ещё? Всякую дичь тоже можно найти, но довольно сложно. Хотя в некоторых деревнях даже сейчас есть заведения, которые подают мясо дичи, блюда из дичи. То есть, например, блюда из кабанятины, оленятины, даже медвежатины. Но это нужно ехать в горы. Итак, в Японии мясо едят больше, чем рыбу. Но можно ли сказать, что есть рыбу в Японии дешевле, чем есть мясо? Пожалуй, нет. Для того, чтобы есть в основном рыбу было дешевле, нужно или покупать очень дешёвую рыбу, которую вам придётся потрошить самостоятельно, и в основном это мало кто делает, либо нужно жить где-нибудь у моря, рядом с каким-нибудь рыночком рыбным, который к тому же нацелен на местных, а не на туристов. И вот там, да, возможно, будет дешевле. Но если вы живёте просто в городе, то вам проще покупать, конечно, мясо. Но почему же всё-таки так мало говорят о культуре поедания мяса в современной Японии? Ну, на самом деле, я думаю, что вы слышали о блюдах из мяса в Японии. Просто, наверное, вы не понимали до этого, что речь идёт именно о мясе. Например, я думаю, все слышали, что в Японии есть такое специальное японское карри. Так вот, оно готовится из мяса. В основном используется свинина. Крайне редко в карри могут класть рыбу или какие-то морепродукты. То есть, мне попадались такие виды карри, но его мало. Также рамен. Все слышали о рамене. Даже если рамен не готовится на мясном бульоне, в основном не готовится в том числе на мясном бульоне, то всё равно в нём будет мясо. Это чаще специально приготовленное мясо. В основном курица или свинина. Также, наверное, вы слышали про гёза, возможно, сукияки, которое, правда, довольно дорогое блюдо. Тонкацу, мясо, зажаренное в сухарях и так далее. Просто как-то вот это представление о том, что в Японии очень долго не ели мясо и до сих пор его не едят, оно до сих пор очень сильно. Но, подводя итоги, могу сказать, что запрет существовал, влиял на то, что в Японии действительно долгое время старались не потреблять мясо, но, тем не менее, потребляли. Но сейчас это вообще не так, и вся эта история непотребления мяса очень-очень мало влияет на современную ситуацию. Ну что ж, всем спасибо. Пока-пока. Я совсем забыла сказать, как же у нас с буддизмом и мясом в современной Японии, что буддисты до сих пор не едят мясо, едят и ещё как, даже монахи. Вот как им разрешили есть мясо, так они его потихоньку и начали тоже есть вместе со всеми остальными японцами. Так что сейчас, если вы встречаете буддистского монаха, и он не ест мясо, то это его собственный выбор, и никто его не заставляет. Вот теперь действительно всё. Всем спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...